Вечерний заезд с Игорем Сириным и Дмитрием Малыгином Это не мой пульт Добрый вечер А вместо Мити у нас сегодня Илья Никаноров Главный человек из компании Mitsubishi Категорически приветствую, друзья Да, и сегодня мы едем на автомобилях Mitsubishi Мы отвечаем на вопросы Куда, зачем, почему, как чинить, как ломать, сколько стоит И так далее, и так далее И главный вопрос про самый продаваемый автомобиль Это, конечно же, Outlander Так, а вопрос... А вам... Ну, Outlander, да Outlander, да Он недавно в очередной раз обновился Так точно Главный вопрос, какой раз по счету он обновился? Слушай, ну смотри, это третье поколение Outlander Он у нас появился в 2012 году В 9 лет Да, в 2021, 9 лет, нехитрыми вычислениями мы к этому пришли Вот, наверное, ну самое большое глобальное знаковое изменение Было в 2015-м, помнишь? Да, да, мы ездили в Нью-Йорк Да, когда автосалоны еще были в моде Не как сейчас, да, нет практически ни одного Да, да, и, собственно, это тот момент, когда Outlander стал... Когда он получил X-дизайн Да, X-дизайн, Dynamic Shield мы его называем У нас корпоративная этика не позволяет говорить X Вот, поэтому... И с тех пор это было большое такое радикальное изменение имиджа И дальше, с 2015 года, наверное, раз в два года Мы меняем автомобиль, немножечко его приукрашивая Добавляем какие-то рюшечки, какие-то элементы меняем Но глобальный его дизайн, вот этот Dynamic Shield, он остается, да, неизменным Но, тем не менее, немножечко его прихорашиваем и обновляем Но, мне кажется, что это правильно И я понимаю, что у вас для этого есть все возможности Потому что машина собирается в России Совершенно верно, калужское производство И, ну, это, наверное, некий там закон рынка, да Если мы хотим, чтобы автомобиль был интересен Нужно следовать в ногу со временем и с пожеланиями наших потребителей И именно поэтому, прислушиваясь к голосу наших уважаемых, многоуважаемых клиентов Практически сейчас мы уже, ну, вот каждый год, да То есть это третий год, когда в августе у нас происходит смена модельного года И мы туда постоянно что-то добавляем, добавляем, меняем, делаем его лучше и хорошо Я недавно прокатился, я вам сейчас об этом расскажу Если у вас есть какие-то вопросы про автомобили Mitsubishi Может быть, у вас есть пожелания, что еще улучшить в Outlander Предлагайте Ватсап, вайбер, смс по номеру 8-909-955-103-0 А можете позвонить в прямой эфир и прям так громогласно на всю страну заявить Чего вам не хватает в Outlander, либо в любом другом автомобиле Mitsubishi Собственно, Илья у нас для этого именно здесь Позвоните по телефону 223-55-50, код Москвы 495 Все верно, спасибо Я вот как раз думал, на какой телефон звоните Да, 223-55-50 Я недавно съездил, покатался как раз на обновленном Outlander Интересно то, что вы добавили черных рюшечек Рюшечек добавили, но это такой практически общий мировой тренд Все же делают Black Edition и добавляют премиальный темный хром Ну и, да, нас вот этот тренд не обошел стороной Вот, машина получила решетку радиатора с таким темным хромом Новый дизайн колесных дисков, тоже с черными прокрашенными элементами Да, они либо полностью черные, если у вас двухлитровая машина Либо черные с серебристым, если у вас машина 2.4, правильно? Ну, практически так То есть все машины у нас почти во всех комплектациях оснащаются 18-ми дисками Поэтому, ну, дизайн поменялся везде Но у нас есть еще такая серия ограниченная Black Edition И вот на ней она построена на базе комплектации InStyle с двигателем 2.0 И вот на ней как раз-таки, да, там полностью черные диски Там черная крыша, черный спойлер, черная обшивка под потолка Черные рейлинги, черные зеркала То есть машина... Машина в белом-белом кузове с черными-черными элементами Выглядит великолепно Слушай, выглядит действительно здорово Я ровно вот на такой машине покатался Меня поразило то, что черный потолок Аутлендеру к лицу У большинства машин черный потолок Это сразу такое ощущение клаустрофобии Слушай, ну мне кажется, Аутлендер, он в принципе сам по себе настолько просторный внутри Что черный потолок здесь не давит, а добавляет каких-то новых эмоций и впечатлений Выглядит, ну как там, стильно молодежно, не знаю Но выглядит действительно прилично и дорого-богато Вот, а еще же у нас, ну помимо, раз уж мы начали говорить про обновления Мы избавились в Аутлендере от комплектации с кожаным салоном Вот, я как раз хотел сказать Самое главное вообще, ради чего все это стоило задумывать Это ради дикой алькантары И это стоило того Мы в прошлом году, год назад Когда у нас было опять обновление Аутлендера Запустили ограниченную серию Black Edition И там была комбинированная отделка Там была алькантара плюс кожзам по бокам И это вызвало настолько шквал положительных эмоций от дилеров, от наших клиентов Что мы решили, ну круто, да, если это заходит вот так, а давайте вообще поменяем То есть, во-первых, такая комбинация салона, она реально преображает интерьер Машина выглядит сильно свежее, ну по-другому Слушай, ну это правда, это было очень круто Мы даже, я думаю, сейчас должны прерваться, чтобы немножко снизить накал И мы обязательно продолжим Ух Добрый вечер, дорогие друзья Вечерний заезд Мы продолжаем разбираться с автомобилями Митсубиши Вместе с Ильей Никоноровым Нам насыпалось уже много вопросов и пожеланий Если вы еще свои вопросы не досыпали Досыпайте 8-909-955-103-0 Ватсап, Вайбер, СМС Либо можете позвонить в прямой эфир 223-55-50 Пабло, заряжай Не подписался Молодой чемодан пишет Появился или не появился круговой обзор Появился Появился и он был, да Мне кажется, он несколько лет назад появился Он появился уже давно Года, наверное, 3 или 4 даже Вот я не помню, в Нью-Йорке был он или нет Но, в общем, он есть Он есть Дисплейчик дюйма 8, наверное Да, сейчас вот как раз-таки с этим обновлением Комплектации InStyle, Ultimate, Intense+, они идут с 8-дюймовым дисплеем То есть это уже, скажем, со средних комплектаций Начиная уже 8 дюймов Да И, собственно, если у вас машина чистая и камеры чистые То вполне есть круговой обзор, да Ну тут, да, уже зависит от того, насколько вы готовы скрупулезно проходить перед посадкой в автомобиле Протирать камеры Да, погода не всегда нас радует Подожди, а мне показалось, что там сзади омыватель не был? Показалось Показалось, да Хорошо, еще вопрос Тут, значит, спрашивают салон без кожи Ужас И интересуется логикой людей, которые берет салон без кожи Зачем? Это зачем платить, когда можно чехлы купить коренные И требует вернуть классический Pajero 4 Или требует выпустить пятый Давайте, за кожу я отвечу Я вот только что был в Уфе Катался на обновленном Аутлендере с Алькантарой Привет, Башкирия Да, да 38-40 градусов тепла Вот 41 я видел на солнышке И я вам скажу, что вот если вы там вышли на улицу Причем такая дымка, прям жаркая, жаркая погода Такой степной климат И вот ты садишься весь, естественно, ну разгоряченный, не говоря, что потный Да, я имею в виду на улице Садишься в уфе и думаешь, если, не дай бог, тут будет кожа Вот ты просто, ты, во-первых, получишь ожог Особенно если там, не знаю, в шортах, например, да Вот кожа на сиденье, они раскаляются Алькантары тоже нагреваются, но на самом деле не так сильно Плюс они дышат И это главный плюс То есть ты, вот ты в движении в автомобиле долго У тебя спина, она не так потеет Ну и говоря о логике, почему мы так сделали У нас достаточно давно начались письма от наших пользователей Которые говорили, что, друзья, я хочу богатую комплектацию По уровню оснащения, но сделайте ее без кожного салона Кожный салон нам не нужен Потому что... А зимой еще и холодно Климат у нас, да, в стране во многих местах резко континентальный Зимой холод лютый Да, ты к нему примерзаешь И пока он, обогрев сиденья, его прогреет Нужно время Летом, соответственно, ты к нему можешь, ну, просто пришкворчать Поэтому вот такой вариант Он действительно пришелся по вкусу многим нашим клиентам И мы на этот шаг пошли, да Что, ну, как бы сейчас уже... Это раньше был такой стереотип, что если кожа, то тогда это дорого-богато А сейчас уже люди все-таки идут к какой-то практичной... Слушайте, но это удобно И при этом кажется, как и тряпичный салон, так же и алькантара Многим кажется, что он испачкается, дети его перепачкают и так далее Но она прекрасно же чистится Она чистится вообще без проблем Ну, ладно, там, если вы не хотите химчистку, да Есть огромное количество средств, которые там пятна выводят, если что Ну и то, но в любом случае он салон темный Там особо пятен не остается И заднее поверхное сидение, она все-таки обшита, как и раньше, кожзамом То есть ребенок, который сидит на заднем сидении и ножками вас спинает, спину и пачкает заднюю Да, он пачкает не алькантару, он пачкает кожзам, который влажной тряпочкой Да, да Протирается, чистота уют А телом, спиной вы соприкасали и ногами Вы соприкасаетесь с алькантарой дикой, безумной и очень приятной на очереди То есть мы практически подвели к тому, что мы заботимся еще и о здоровье Чтобы зимой не заболеть и летом, собственно, тоже не заболеть Да, а вот теперь про Паджеро Друзья, ну про Паджеро просто Подожди, наверное, сейчас музычка Да, сейчас немножко давайте потанцуем Да, а потом за Паджеро Игорь, мы тоже танцуем? Обязательно Понял Погнали Вечерний заезд Добрый вечер, дорогие друзья Вечерний заезд Мы продолжаем вместе с Львом Никоноровым разбираться автомобилем Митсубиши И в частности был вопрос, где Паджеро? Был третий, был четвертый, где пятый? Паджеро пятого пока мы не ждем, к сожалению Но с другой стороны, Митсубиши официально эту дверку еще не захлопнуло Мы очень надеемся, что рано или поздно, надеюсь, что рано Компания придет к тому, что объявит друзья Мы вот долго думали, долго запрягали И вот выкатываем вам вот такой вот подарок Но пока такого нету У нас остается Паджеро Спорт Который, ну, по-прежнему Один из последних Ну, кстати, он недавно же обновился Абсолютно верно Один из последних настоящих Настоящих, вот прям без дураков Внедорожников Рама, дизель, суперселект Суперселект Да, это же прелесть Что же еще нужно? На самом деле Я вот вот недавно ездил на других внедорожниках Я как раз ломал голову Вроде бы зимой, тебе кажется Но постоянный полный привод Вроде ок Да Но где-то тебе хочется повеселиться Ну, и зимой тоже Тебе иногда хочется иметь заднеприводные автомобили Покрутить пятаки, Игорь Да, да И это тоже И, собственно, ну Круто, что у вас он есть И, по сути же, больше ни у кого нет Так точно И это наше преимущество И самое главное, что наши клиенты это ценят Потому что, ну, суперселект Без преувеличения Уникальная трансмиссия Которая себя зарекомендовала уже Не одним десятком лет эксплуатации И она же у вас в последнем поколении С дифференциалом Торсон Все, как мы любим Совершенно верно С симметричным распорядом Дифференциал Торсон Плюс у нас заблокировка заднего дифференциала Я уже жду зимы И плюс добавились же у нас еще режимы выбора Работы про антипробуксовочные системы Песок, снег, гравий и так далее Ну, то есть возможности ее расширились И теперь только, наверное, все в руках наших пользователей Ждем зиму Ну и все-таки ждем новый Паджеро Настоящий Окей, Паджеро Паджеро спорт вопросов нет Мы его всегда ждем, да Отлично Хорошо А вы отметили 30-летие в России? Мы не то чтобы его отметили Мы его продолжаем отмечать Вы его отмечаете? Да, в августе этого года мы перешагнули, так скажем, рубеж 30-летия Отметили и отмечаем как большой грандиозный юбилей Официального бизнеса бренда Минсюбиши в России Ну, я вас поздравляю Во-первых Спасибо У нас у станции недавно было 21-летие И мы подумали, что мы достаточно взрослые Но теперь я понимаю Понимаешь, да, где настоящие-то парни тусуются Подожди, 30 лет? В августе 91-го года 91-й год Да, да, 91-й год Я еще в школе учился Ну вот, за эти 30 лет много чего успели добиться Продолжаем двигаться дальше Я знаю, что вы продали больше миллиона машин Миллион автомобилей мы разменяли в декабре прошлого года И да, ну, без преувеличения Сумма серьезная, круглая Миллионный автомобиль, кстати, был Outlander Ну, очевидно, самый продаваемый Его и выдавали, да Поэтому много чего было сделано Много еще, что предстоит сделать Да, какие-то, не знаю, подарки для, ну, естественно, для клиентов Наверное, для покупателей Для постоянных поклонников марки Ну, смотрите, у нас есть такие практичные подарки, да То есть выгода для тех клиентов Которые владеют автомобилем, которые старше трех лет Мы сделали для них скидку на запасные части обслуживания до 30% О! 30 лет, 30% Какой маркетинг Слушай, там был вопрос от слушателя У него 15-го года, по-моему, Outlander И он говорит, что мультимедиа его не устраивает Ну, надо подъехать в сервис Посмотреть То есть есть вариант, возможно, перепрошить Ну, надо просто понять, о чем он говорит Вот, либо, возможно, дилер предложит поменять головное устройство Если там вообще про головное устройство речь Ну, я понимаю, что про магнитолу У вас же сейчас есть Яндекс Кстати, вот я катался по Уфе с Яндексом космически В том смысле, что вроде бы у тебя всегда, естественно, есть мобильный телефон под рукой Да, все просто Но у тебя голова встроенная в автомобиль И тебе не надо уже выключать телефон А отключаться от навигации, чтобы там, не знаю, ответить на звонок или что-то еще Да, плюс все-таки экран телефона у тебя никогда не бывает 8 дюймов Ну, просто это не место Ну, бывают такие Он перестает быть телефоном в этот момент, когда он... И у тебя нет проблем Ну, то есть это просто вот часть автомобиля Да, она там всегда включена И встроенная же сим-карта И ты катаешься где угодно Да, там много плюшек Там и вся Яндекс.Музыка И погода Оплата бесконтактная На заправках Плюс теперь еще, да, в новых головных устройствах, которые вот с этого обновления у нас идут там еще МТС-ТВ МТС-что-то там еще Ну, то есть там огромное количество приложух За какую-то фиксированную стоимость Которая, ну, реально расширяет возможность Плюс как раз-таки на этих новых головных устройствах еще с USB можно подключать и смотреть видео Да, можно кино На паркинге, да На паркинге Ну, мало ли, кто-то стоит на паркинге, ему скучно, нечего делать Вот есть такая возможность И, кстати, я обратил внимание, что эта навигация, она не просто это вот головное устройство, которое воткнули в машину, да Оно же отправляет сообщение на панель приборов и на вот то, что перед глазами у водителя между спидометром и тахометром На дисплеечке навигации показывает там через 300 метров налево, через 500 метров направо Ну, это как раз вот плюс российского завода и коллаборации между компанией Яндекс и нашими разработчиками, да Когда мы не просто купили головное устройство и его поставили, да Так каждый может, но мы подружили автомобили и системы автомобиля непосредственно с этим главным устройством А ты говоришь, музыка там тоже есть, да? Конечно Обязательно, мы ее сейчас послушаем Добрый вечерний заезд на радио Шансон Добрый вечерний, дорогие друзья, вечерний заезд Мы продолжаем разбираться автомобилем Митсубиши Вы задаете вопросы по номеру 8 909 955 103 0 Там насыпалось еще немножко, мы обязательно к ним вернемся и обязательно на них ответим Ты говоришь, у тебя есть еще какие-то подарки к 30-летнему юбилею присутствия Митсубиши в России Ну, не то что у меня, но наш бренд, да, делает всякие разные приятные приятности Давай, давай Мы начали про то, что выгода на обслуживание до 30% для тех клиентов, которые владеют автомобилем Которым за 30 и автомобилю, самое главное, 3 плюс Вот, так у нас есть же еще наш любимый банк, который дает великолепную ставку 3.0 Опять же, да, 30 лет 3.0 Это прекрасно, что он не дает ставку 30% годовые Были такие мысли, но отказались вовремя и остановились 3.0 Но это только для именно владельцев Митсубиши Если ты ездишь на Митсубиши и решил пересесть на Митсубиши, у тебя в кармане ставка 3.0 Ух ты, круто, вот это прям Вот это прям действительно круто, хороший став Учитывая, что сейчас обещают ставки до 10%, а по факту они все за 10% Получается так, если ты хочешь поменять автомобиль, вот тебе суперпредложение Если ты не хочешь менять свой Митсу, продолжать ездить дальше, вот тебе предложение, чтобы его дальше обслуживать, чтобы он тебе никогда больше не позволил То есть, если ты уже в семье Митсу, то ты молодец Да Если нет, то извини, скорее Ну, никто не совершенен, конечно Да, вот тут вопрос еще был про новый Ланцер Я помню, ну это какой, наверное, год 7-8, когда Ланцер же был прям лицом молодежи, хипстеров, дикие очереди, вот это все А потом как-то свернулся Ланцер Ну, свернулся, если уж, да, будем сейчас исторический экскурс проводить То есть, был период, когда мы продавали по 60 тысяч Ланцеров в год Ну, даже по нынешним временам То есть, я понимаю, что вы всего, наверное, 1060 продаете в год, да? Да, сейчас времена такие Ну, сейчас, как бы, сложно говорить, да, потому что прошлый год, что этот, мы натурально очень сильно ограничены тем объемом производства, который мы можем производить Да, кстати, об этом мы еще поговорили То есть, такие заложники ситуации, то есть, мы не можем показывать те объемы, на которые способны Но, тем не менее, возвращаясь к Ланцеру, да, Ланцер в свое время действительно был автомобилем-пушкой, которую разрывал Пользовался сумасшедшим спросом, но так получилось, что в тот момент глобальная компания Mitsubishi переживала не самые лучшие времена Не в России, а вот именно в мировом масштабе И они очень затянули с обновлением, да, когда в это же время наши основные конкуренты представляли уже новые поколения Мы здесь пробуксовали И в какой-то момент мы поняли, что, ну, поддерживать, продавать Ланцер, когда твои конкуренты уже сменили одно, кто-то даже два поколения А ты все со старым кузовом, красивым, да, стильным, крутым, но он уже утрачивает свою актуальность Мы решили от него отказаться вообще А в мире сейчас Ланцер есть, я не знаю И вот так получилось, что со временем и Mitsubishi от него отказался То есть, нового поколения Ланцера так и не появилось И если я не ошибаюсь, то сейчас его уже нигде не осталось Возможно, где-то есть какие-то страны Надо сказать, что весь вот этот C-сегмент, некогда дико популярный, Mazda 3, Ford Focus, Honda Civic Ну, весь C-сегмент, он фактически умер, и он был поглощен сегментом B, B+, и кроссоверами И кроссоверами, да, и мы как бы, ну, не то, чтобы мы прям такие предсказатели, да, но отказавшись от Ланцера и взяв курс на... Вы убили сегмент Ну, я бы так... Не был бы столь категоричен, Игорь, но тем не менее, мы взяли курс на кроссоверы и внедорожники Решили сфокусироваться на том, где мы сейчас действительно сильны, где происходит регулярное обновление Запускаются новые модели и сфокусировались на этом Хорошо это или плохо, получилось так, что, ну, весь рынок пошел вот именно в эту сторону И самое главное, со временем и Mitsubishi пошло в эту сторону Потому что они отказались от практически всей пассажирской линейки Остались только, ну, внедорожники, кроссоверы Где-то есть еще там маленькие... Есть совсем микролитражки Мира-шатраж, да, ну, и там кейкары для японского рынка Да, был еще вопрос, есть ли в Outlander подогрев задних сидений? Я знаю, что нет, но я надеюсь, что у тебя есть какой-нибудь более длинный... И вентиляция передних, спрашивают Подогрева задних сидений, к сожалению, нет Эта опция у нас есть в Паджеро-спорте Эта опция у нас есть в... Эклипсе? Эклипсе, да, Эклипс-кросс Я знаю, что вы ковергаете слова А, правильно, в Паджеро-спорте или в Паджеро-спорте? В автомобиле Паджеро-спорт Спасибо, Игорь Вот, и что касается вентиляции... И в кроссовере Mitsubishi Эклипс-кросс Да Там есть Что касается вентиляции сидений, то этой опции у нас пока нет ни в одном автомобиле Появится? Ну, рано или поздно, конечно Да, и смотри, главный вопрос, то, с чего, на самом деле, я хотел начать, когда мы приглашали тебя в студию В целом поговорить про авторынок, потому что мы регулярно получаем комментарии на радио, в Ютьюбе, еще где-то Почему тотальный дефицит автомобилей, и он продолжается уже год? Неужели нельзя было за год как-то вот наверстать, собраться и, ну, говоря по-русски, наклепать Достаточное количество автомобилей, чтобы люди за ними не давились в салоне А прежде чем ты начнешь отвечать, мы дадим тебе время, чтобы ты подготовился Подумал Да, да Пабло, заряжай Вечерний заезд на радио Шансон Добрый вечер, дорогие друзья, вечерний заезд, мы продолжаем движение на автомобилях Mitsubishi, и главный вопрос, который мы анонсировали буквально перед песней Почему? Вот год уже продолжается дичайший дефицит автомобилей, вы не исключение, да сейчас, наверное, вот нет автомобилей, которые были бы в достатке на рынке Любого производства, любой национальности, и у всех дикие проблемы Ну да, совершенно верно, и самое, наверное, прискорбное, никто не может точно сказать, когда дефицит закончится То есть это будет продолжаться? Ну, до конца этого календарного года, как минимум, ситуация будет оставаться реально тяжелой у большинства То есть, ну, с дефицитом сейчас сталкиваются все, там, в большей или меньшей степени Я регулярно читаю новости о том, как останавливаются заводы Вот сейчас, при тотальном дефиците автомобилей, регулярно останавливаются заводы в России, в Америке, везде по миру Но там комплекс причин, то есть нет какой-то одной, да, ну, вернее, одну можно назвать, из-за чего все началось Это ковид И так получилось, что когда ковид накрыл всех, да, у нас автомобильная промышленность поняла, что продажи сейчас привстанут, мягко говоря И никто не понимал масштабы, насколько это все долго застопорится Поэтому в автомобилях используются такие полупроводники А эти полупроводники всего производят, там, два или три завода в мире И вот они обслуживают этими полупроводниками И два из них находятся в Китае, а третий в Японии В Японии, да, и они обслуживают практически весь автопром Всю промышленность, которая связана, там, с электроприборами С цифровой какой-то, с цифровыми устройствами Телевизоры Гаджеты Гаджеты, модемы и так далее И так получилось, что на автомобиле спрос упал во время локдауна мирового А вот на эти устройства просто безумно вырос Да, люди сидели дома Кто-то захотел телевизор побольше Кто-то захотел приставочку себе Кто-то захотел еще какие-то электронные устройства Ну и гаджеты И спрос на это вырос И спрос, собственно, на эти полупроводники, от которых автомобильщики отказали Его моментально подхватили производители вот этих разных гаджетов и устройств И не отдают И когда 3-4 месяца спустя автопроизводители начали одним за другим приходить и говорят Ну, друзья, давайте возвращаться Вроде бы все становится неплохо Спрос возвращается Мы готовы тоже продолжать закупать Погнали А им сказали, как бы, извините Плюс Количество производства Объем производства Он, грубо говоря, конечен И они не могут нарастить его Увеличить в разы А вся та квота, которая была Ее, грубо говоря, выбрали вот те производители Плюс завод в Японии сгорел Плюс был еще пожар На одном японском заводе Который производит эти полупроводники А там чуть ли не до 30% мирового оборота этих проводников производится Он не весь сгорел Но это определенные перебои составило Плюс в связи с ковидом Так получилось то, что основной поставщик электроники Китай Отправлял свою продукцию по всему миру без преувеличения В контейнерах Эти контейнеры остались в тех странах Куда они приплывали И они не отправлялись обратно В какой-то момент начались проблемы Контейнеры закончились С логистикой, чтобы отправлять запчасти Комплектующие для сборки автомобилей И это просто такая непрекращающаяся волна Плюс, помним, да, когда в раскорячку встал в Суэцком канале Товарищ Суэц? Товарищ, да, танкер Ну вот, с огромным количеством груза Он застопорил поставки практически во всю европейскую часть Скажи, что там были ваши... Там были и наши тоже аксессуары, запасные части И вот тот груз, который был на этом танкере Огромное его количество Он вообще сейчас стоит весь арестованный И все просто начали бегать с пожаром в одном месте Пытаясь там перезаказать, чтобы перевезти уже новую партию Но это вот такой какой-то очень невеселый год И как снежный ком эти проблемы произрастают одно из другого И поэтому в целом до конца этого календарного года Ожидать, что сейчас приедет очень много автомобилей И, наконец, все это разгрузится, да И рынок перестанет быть дилерским А станет более, опять, клиентоориентированным Когда клиент сможет диктовать свое слово Это когда мы с вами ходили по салонам И менеджер на бумажке писал ценник Мы шли в соседний салон и ломали Вы знаете, а вот мне в соседнем салоне дали скидку 300 тысяч А вот что же вы так И вот такая история прекратилась Митя при этом еще на всякий случай каждому ломал палец Просто для убедительности Не, ну Митя суровый гражданин, конечно Я лысому человеку с такой бородой вообще бы Не стал отказывать практически ни в чем Тут вот Анатолий Бородач, кстати, про бороду заговорили Из Пенза спрашивает А компания Митсубиши зайдет когда-нибудь на премиум-сегмент Как Лексус, например, спрашивает Ну, таких планов на самом деле сейчас нет Я не думаю, что есть такая необходимость Ну, все вот эти японские премиумы Они родились еще в 80-х годах Когда им нужно было покорять американские рынки И прямо скажем, далеко не все из них успешны Про Акуру, например, такого не скажешь Ну, Акура, она очень успешная Но в Штатах Здесь у нее... Она зашла и вышла Зашла не в тот момент И пришлось быстро уходить Но другие японские бренды премиальные В принципе, живут вполне себе неплохо Но у Митсубиши таких планов нет Друзья, спасибо, что были с нами Илья, спасибо тебе за интересный рассказ Вот про все вот это И в частности про товарища Суэца Это было особенно познавательно Я старался, старался Спасибо большое Друзья, до следующего понедельника До новых встреч Пока-пока Вечерний заезд С Игорем Сириным И Дмитрием Малыгином Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok